Господь И то, что мы сюда пришли, это не случайно. Правда ведь? Аминь. Я сегодня... Нет, не так, неправильно. Две недели назад. Все началось две недели назад. Когда меня наши служители подросткового служения попросили рассказать подросткам, зачем нужно ходить в церковь. У подростков есть такой риторический вопрос, который многие взрослые считают, что он риторический, а на самом деле он реальный вопрос. Когда подросткам что-то говоришь, они очень часто так реагируют. В смысле? Типа, в смысле? Ну, что ты хочешь? Зачем? А на самом деле они действительно не знают смысла многих вещей. И им нужно объяснить этот смысл. И вот две недели назад я им объяснял смысл ходить в церковь. Зачем ходить в церковь? И когда я это делал, я понял, что нам иногда самим необходимо вспоминать этот смысл. Зачем мы приходим в воскресенье сюда, на богослужение? Что мы здесь вообще делаем? Кто-то пришел для того, чтобы послушать прекрасное прославление. Кто-то пришел для того, чтобы услышать Слово от Господа. Кто-то соскучился по своим друзьям, по своим близким и пришел для того, чтобы встретиться с ним. Но вот зачем мы приходим сюда вообще каждое воскресенье, или там, я не знаю, весь год, ну, там, один-два раза по болезни, может быть, кто-то пропускает, может, кто-то работает. Но зачем нам нужна церковь? И сегодня я буду об этом размышлять, говорить. Когда я готовился, я решил узнать, а какие вообще есть мнения, зачем нам нужна церковь? Какие мнения у вас, у разных людей? Я, скажем так, взял три такие важные, основные мнения. Я думаю, что их больше. Я думаю, что их ровно столько же, сколько людей в этом зале. Но хочу вот рассказать про те, которые я услышал. Первое. То, что церковь нам нужна, чтобы приводить людей к Богу. Это своего рода такой путь спасения. То есть это как инструмент, который приводит людей к нашему небесному Отцу. Есть такое мнение? Как вы думаете? Да, я думаю, что есть. И это действительно привело меня к Богу. Десять лет назад я оказался в церкви, на собрании. И услышал призыв. Призыв со сцены о том, что если ты хочешь встретиться с Господом, иди сюда к сцене, мы помолимся. И ты встретишься с Ним. Я вышел, мы помолились. И я пережил Божье прикосновение. Да, действительно, церковь стала для меня путем ко спасению. Есть еще такое мнение, что церковь нужна, чтобы верующим, вот как бы между этими двумя точками, между покаянием, спасением и вознесением на небеса, было чем заниматься здесь на земле. Ну, чтобы не скучно было как бы. То есть, чтобы мы всякой ерундой не занимались. Вот Бог нам создал церковь. Вот вы пока ждете, пока на небо уйдете. Вы уж, пожалуйста, ходите в церковь, там, занимайтесь важными делами, служением каким-то. Вот для этого нам нужна церковь. Ну, я думаю, что и здесь есть какая-то доля правды. Третье мнение. Ну, наверное, самое удивительное, но тоже имеет место быть. «Церковь мешает истинному познанию Бога, создавая определенные религиозные стереотипы». Согласитесь, что у нас есть определенные религиозные стереотипы, ну, в той или иной мере. И что они действительно могут мешать нам, ну, периодически встречаться, познавать нашего Господа. А церковь – это, ну, собрание таких стереотипов разных людей. Тоже такое мнение имеет место быть. Вообще, я считаю, что нельзя судить своего ближнего за то, что его мнение отлично от твоего. Согласны вы со мной? Он другой, у него другое мировоззрение, он по-другому видит жизнь. Он рос в другой семье, он имеет другой опыт. У него другие ситуации, связанные, например, с той же церковью. И у него свое мнение. И ты не имеешь права его осуждать за это. Не имеешь права, Бог нам не дал этого права. Судить своего ближнего. Но сегодня я хочу, чтобы вы попробовали понять меня, вот как бы, как я на это все смотрю, вот из этой вот головы. Как видно вот из этой коробочки, через эти глаза, через этот вот ум, как видно мое понимание, что такое церковь и зачем она мне нужна. Я буду делиться этим. Но для того, чтобы быть максимально понятным для вас, я начну с такой определения терминологии. Немножко издалека. Для того, чтобы вы поняли, о чем я хочу в итоге сказать. Термин церковь в Библии, как место для собрания верующих людей, упоминается однажды. И это слово греческое, кириакос, оно встречается в послании Коринфянам, первом послании Коринфянам, 11 главе, 20 стих, где Иисус с учениками встретился на Тайную Вечерю. И это названо место встречей. То есть переводится дословно как «дом Господень». И больше этого слова кириакос нету в церкви, ну нету в Библии, нигде в Новом Завете. Но те слова, которые мы читаем, где написано «церковь» в нашем синодальном переводе, это перевод слова «экклессия». Который дословно означает «собрание людей». То есть мы сегодня не будем говорить о месте, о здании. Мы не будем говорить о том, что мы в воскресенье приходим на Шейкмана 7 и это церковь. Нет. Мы будем говорить о собрании людей, где бы оно ни происходило, как экклессия. И это будем принимать за термин «церковь» сегодня. Собрание людей. Каких людей? Верующих людей. Правильно. Мы здесь все верующие люди. Правда ли? А что, неужели до Иисуса Христа не было собрания верующих людей? Да было. Иудеи, евреи собирались. У них проходили богослужения. Было какое-то священное действие. Почему тогда это не называлось церковь? Давайте мы посмотрим на эти образы, на эти примеры, которые остались нам из Ветхого Завета. Какие варианты собраний людей, верующих на богослужения, есть в Ветхом Завете? Иудеи, когда собираются, где они собираются? В синагоге. Там у них происходит, что? Богослужение, учение. Там есть учитель, который толкует Тору, объясняет Писание, рассказывает народу, как ему нужно жить, как Бог заповедал нам жить. Есть такой пример? Есть. Храм или его первоначальная структура, это скиния, которую Господь заповедал Моисею построить. Скиния – это тоже место для богослужений, которое Бог заповедал построить, создать. И там находился Бог, Божье присутствие. Там находилось Святое Святых, в нем Ковчег Завета, и над этим Ковчегом Завета было Божье присутствие, реальное Божье присутствие. И первосвященник, раз в год, заходя в это Святое Святых, он встречался с Богом, ну, можно сказать, вот, с глазу на глаз. И это присутствие существовало, реально было. Также священники занимались там тем, что приносили жертвы. Что происходило? Люди, которые согрешали, приводили животных к этим священникам. Священники возлагали на них руки, тем самым, ну, как бы, грехи этих людей возлагая на этих животных, а потом, ну, как это, жертву, в жертву приносили этих животных. Тем самым, люди получали прощение грехов. Знаете, это все ветхозаветные образы служений, правда ведь? И сегодня, так как они для нас понятны и известны, мы их используем для нашего богослужения. Эти образы, они откладываются у нас здесь, и мы думаем, что придя в воскресенье сюда, на богослужение, что-то из этого происходит так же. Например, Божье присутствие здесь. Но здесь нету Ковчега Завета. Здесь нету святого святых. Ну, кто-то начинает представлять, что вот сцена, это святое святых, туда уходит первосвященник или проповедник, и вот он достоин. Поверьте мне, я такой же, как вы, иногда недостоин. Но и Божье присутствие, оно только здесь. Дома его нет, на работе его нет, на улице его нет. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что когда Иисус Христос был распят, завеса в храме разорвалась. Слышали вы, да, вы об этом? Нету больше святого святых. Бог везде. Он вокруг нас, Он внутри нас. Где бы мы ни находились, Он не приходит и не уходит. Он всегда здесь. Он всегда вокруг нас и всегда внутри нас. Нету особого места, где Бог, Бога больше. И когда мы приходим сюда с этим ощущением, что здесь что-то особенное, ну поверьте, Бог не оставил нам этой возможности так думать. Второй пример, да, жертвы. Мы приносим пожертвования. Прославление очень любит говорить о жертве хвалы. Но знаете, нам не нужно приносить жертвы за грех. Нам не нужно резать баранов. Иисус Христос умер за каждого из нас. Взял на себя грехи всего человечества. Я сейчас говорю общепонятные вещи. Можно представить, что вы на курсах для новообращенных. Но потерпите немножко, я это рассказываю для того, чтобы вы поняли, как я вижу всю картинку. И когда мы приходим сюда с пониманием, что Бог ждет от нас какой-то жертвы, и без нее мы грешники, то это не так. Иисус простил нас. Бог простил нас. Если мы признаем Иисуса Христа Господом и Спасителем. Он уже понес наши грехи, наши проклятия, вознес их на крест. Мы прощены. Разбирать Тору, Слово или Бог, Он дает особенным людям особые знания. Знаете, сегодня, к счастью, у каждого из нас есть Библия. И она не просто есть, она даже переведена на современный язык. Ее можно прочитать и даже понять, представляете? Даже нам нету особенных людей, которым доверено толковать Писание. Каждый из нас может его читать. Каждый из нас может понимать и узнавать, чего же Господь нам заповедал, чего же Он от нас желает и ожидает. Все здесь написано. И образ служения в той же синагоге, он тоже, скажем так, пропадает. Так зачем же мы тогда собираемся? Знаете, есть в новом замете место про церковь. Я хочу вам его прочитать. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Там Иисус рассказывает Петру о том, что у него есть план на церковь. Там написано. Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И часть верующих восприняли это буквально, посчитали, что Иисус дал Петру какие-то ключи. Ну, мы понимаем, что это не металлические ключи, а какие-то духовные ключи, власть, что-то связывать и что-то разрешать. И Петр, как глава церкви, как наместник Бога на земле, основал первую церковь, и потом эти ключи передавал не по наследству, а преемственно друг к другу. И мы знаем, что римская католическая церковь, у нее есть глава, есть Папа Римский, и он считается католиками, он считается последователем апостола Петра, у которого есть вот эти вот ключи. Ключи от Царства Небесного. То есть он особенный человек, через которого Бог действует здесь на земле, руководит своей церковью. Ну, я так рад, что я в это не верю, потому что дальше написано послание, написаны деяния в Новом Завете. И если мы их читаем, мы понимаем, что церквей было много. Церковь была в Ефесе, в Колоссах, в Коринфе. Что церкви даже назывались встречи людей по домам. Назывались домашняя церковь. И там, ну, никакой апостол Петр над ними не стоял, и не говорил, и не руководил, не разрешал, и не связывал. И эти люди, находясь абсолютно автономно, точно так же в Священном Писании названы церковью. То есть, есть какие-то определенные условия для того, чтобы нам, собравшись вместе, верующим людям, назваться церковью. Давайте определимся с простым вопросом. Сколько людей могут называться церковью? Минимум. Да, я знаю, я знаю, что у всех, как и у меня, сразу на ум приходит место из Священного Писания. И оно очень важно. Давайте мы его откроем. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Двое или трое. То есть, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы случилась церковь. Но что нужно еще для того, чтобы она случилась? Я специально говорю так, что не просто образовалась, а случилась церковь, потому что... А потому что вы потом поймете. Да. Давайте мы, ну, внимательно почитаем этот стих и поймем, какие нужны условия для того, чтобы это произошло. Ну, во-первых, я думаю, что вы со мной согласитесь, что это должно быть одно место. Ну, какое-то одно конкретное место, в котором эти двое или трое собрались. Ну, сегодня мы собрались с вами на Шейк Моносеем. Я знаю, что во вторник мы соберемся с вами по домашним группам. На неделе есть встречи, служения и так далее. Кто-то, придя домой, у него верующие родные и близкие, тоже двое или трое собрались. Какое-то конкретное место, где мы можем собраться. Это необходимое условие, но недостаточное. Знаете, у меня есть жена. Я ее очень сильно люблю. Но мы иногда, очень редко, но случается, мы ссоримся. И когда мы ссоримся, она со мной не разговаривает. И раньше, ну, когда мы только поженились, меня как бы это немножко напрягало, я пытался из нее вытащить клешнями, на что она обиделась, что произошло вообще, ну, как бы так вот, надоедал я ей все время, говорил, ну что, ну почему, ну, ну, давай поговорим, давай выясним. Потом я понял, что это, ну, как бы я и себя терзаю, ей надоедаю, думаю, а дай-ка я попробую тоже молчать. Ну, классно, она молчит, я молчу. Вот. И когда такое происходит, я прихожу домой, она молчит, я молчу. Мы вроде как бы вместе, на одной территории. Ну, как бы каждый занимается своим делом. Как бы вообще, ну, так, как деревья, друг друга обходим, лишь бы не врезаться. Тут приходит сын, папа молчит, мама молчит, ну, он тоже пошел, как бы, по своим делам. Знаете, это с трудом можно назвать семьей, правда ведь? Это как бы больше похоже на общежитие. Ну, то есть, пространство одно, люди вроде как бы на нем живут, их, он не один, их много, но между ними ничего, ну, как бы не происходит. Совместного. И это, ну, общежитие. То есть, условия оказаться на одной территории недостаточно. Нужно еще что-то вместе делать, правда ведь? Какая-то совместная цель, задача, может быть, дело. И, ну, мы все понимаем, что классно совместное дело иметь, но поход в кино совместный тоже церковью назвать, нам сложно. Я знаю, сегодня мы поздравляли юбиляров, у них день рождения, так чудесно. Вот они решат сегодня пригласить к себе на день рождения кого-то из нас. Я сейчас не напрашиваюсь, но они же будут отмечать, правда ведь? и пригласят к себе друзей. И люди соберутся на одной территории с одной целью поздравить именинника, правда ведь? И если мы читаем вот в контексте этого стиха, где двое или трое собраны, тут получается, во имя Натальи. Они собрались во имя ее дня рождения, они собрались ради того, чтобы отметить ее день рождения. Правда ведь? И это ну как бы тоже собрание и верующих людей, и на одной территории, и цель одна. Ну тоже как-то вроде не церковь. Не получается, не случается. А может случается. Но есть очень важная третья составляющая. Кроме того, что это одно место, одно время, больше одного человека, кроме одной цели, общей цели и задачи, должно произойти еще очень важное событие. Я считаю, что оно периодически происходит. Это такое духовное единение. Я знаю, что вчера, позавчера большая команда прославления ездила на выезд. Неделю назад я со служителями детского служения, мы тоже уезжали из города на базу отдыха. И знаете, вечером там было такое очень хорошее теплое общение. Это было одно место, это было больше одного человека, это была общая цель, ради которой мы собрались, и мы довольно долго общались. Мы сидели просто и общались. Кто-то со временем уходил спать, отдыхать. мы просидели до шести утра в общении, и знаете, там случилась церковь. Там что-то произошло между нами, что дает мне возможность назвать это церковью, потому что такое происходит периодически в моей жизни, в разных обстоятельствах, в разных местах. Но я это понимаю и ощущаю по внешним признакам так. Я не говорю, что это обязательно они должны происходить, но тогда они произошли. Знаете, бывает, когда воздух становится густой. Ты сидишь в одном помещении, общаешься, вроде ничего не происходит, но воздух стал густой. Такое ощущение, что ты можешь его потрогать. Он реален. И время меняет свой темп. Однажды у меня была такая ситуация, когда я не заметил, мы общались с человеком, общались довольно долго, я посмотрел на часы, а прошло всего 20 минут. Время изменилось. Темп времени изменился. Неделю назад было наоборот. Сложилось такое впечатление, что ты сказал всего одну фразу, посмотрел на часы, а уже час пролетел. Ты услышал следующую фразу от какого-то из братьев или сестер, посмотрел на часы и еще час пролетел. И так не хотелось заканчивать это общение, потому что оно было настолько настоящим. Причем суть этого общения, я думаю, что вам сегодня, она не важна. Но качество этого общения, оно было иным, оно было важно. Что же нужно для того, чтобы это качество, оно происходило? Для того, чтобы эта церковь случалась, случилась сейчас, здесь с нами. Я хочу посмотреть, как это описано в Библии и показать вам такой пример. Я верю, что Господь его открыл мне и надеюсь, что так важно об этом размышлять и стремиться к этому, чтобы это происходило и случалось в наших жизнях. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. там Иисус рассказывает ученикам такую притчу или историю, сравнивая себя с виноградной лозой. Я думаю, что для большинства из вас это известная история. Да, почти. Я сейчас вам буду показывать все. Для начала мне нужен Иисус. С первого стиха прочитаем. Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иисус. Виноградная лоза. Он говорит о том, что его на эту землю послал виноградарь. Да, Бог Отец. Он его посадил здесь, на этой земле, и он говорит о том, что мы с вами, верующие люди, являемся его ветвями. Давайте ветви, выходите. Верующие два брата, двоих достаточно для того, чтобы все произошло. Все, вот выходите, ты к ним цепляйся. Вот, замечательно. Вот истинная виноградная лоза и ветви. Здесь есть одно очень важное откровение, которое необходимо понимать каждому из нас, людей, сидящих, я верю, в этом зале и смотрящих онлайн. Без него невозможна наша христианская жизнь. Это то, что ты можешь быть истинной верующим, только находясь на этой лозе. Только когда у тебя есть связь с лозой, с истиной, с Богом, с Иисусом, когда ты питаешься от его соков, от его жизни, он дает тебе эту жизнь. Написано, что если ты не питаешься, то эта ветвь она засыхает и виноградарь ее отрезает и бросает в огонь. Это важно осознавать, что нам всем необходимо питаться от нашего Господа, нам необходимо иметь взаимоотношения с Ним, необходимо быть, находиться на Нем. Но я сегодня не об этом хочу сказать. Есть второе откровение, важное в этой ситуации, о том, что на этой лозе ни одна ветвь, ни одна, не ты один, дорогой брат, ты не один сын своего любимого отца, ты не один питаешься от Господа, у тебя есть брат или сестра, и вообще нас довольно много. И знаете, это важно, это тоже необходимо познать, что ли, и пережить, что твой близкий, который сидит рядом с тобой сейчас, толкни его, токтем. Он на той же самой лозе, что и ты. Вы в принципе принадлежите к одному растению, к одной виноградной лозе, вы одно целое. Мы одна общая виноградная лоза, общее растение, мы братья и сестры. И именно поэтому мы называем друг друга братьями и сестрами, потому что мы имеем одного, не каждый своего, а одного общего небесного отца. Это важно понимать. Тогда пропадают все разногласия, распри, ты понимаешь, что ну вот Бог дал мне такого брата, дал мне такую сестру, мне приходится быть с ним или с ней частью. И любовь, она, ну, она естественно начинает проявляться к нему. Ты начинаешь осознавая это, ну, стараться, что ли, любить его качественней, больше, потому что, ну, куда деваться? Куда деваться? Мы все дети одного отца. Вот так вот. И третье, самое важное, да, да, это я все уже рассказал. Двенадцатый стих Евангелия от Иоанна пятнадцатой главы. Сияясь заповедь моя, это виноградарь пишет, Бог говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас, и нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Еще я хочу с вами открыть одно место из Библии, это первое послание Иоанна, первая глава, нам важен седьмой стих, но я прочитаю шестого стиха. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Скажите, о чем ты, к чему ты сейчас вот это? А я хочу сказать вам, что здесь о том же самом, о том, что если мы ходим во свете, если мы действительно принадлежим этой виноградной лозе, если мы действительно находимся на ней, то, это как следствие, то имеем общение друг с другом. Ну, как бы затворническая жизнь нам не нужна, мы не должны находиться одни, один на один, но если мы имеем вот эту жизнь во свете, то мы имеем общение друг с другом. Мы приходим в воскресенье сюда, мы приходим во вторник, имеем это общение, и тогда, как следствие, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но тут вообще не вяжется, как так-то? Ну, и что, мы пообщались, мы можем так же в кино сходить, мы можем точно так же пойти на день рождения, но откуда кровь? Что должно произойти для того, чтобы кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха? Должно произойти какое-то общение, другого качества общения. Давайте мы попробуем исполнить предыдущие все необходимые условия. Одно место, вот эта вот чашка, это будет одно место, одна церковь, одно время. В нее пришли двое. Первый, одна ветвь, и вторая ветвь. Церковь? Нет. Ну, они взяли, разошлись. Зачем нужен виноградарь? Он виноград, что ли, выращивает? Должно что-то произойти между нами. вот вот она кровь Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха. Вот что должно произойти с нами, когда мы встречаемся и общаемся друг с другом. Мы принесли каждый свой плод. Мы сложили его в одно место, в одно время, в одном пространстве. Если из этого ничего не получилось, церковь не случилась. Можно прийти и сказать, смотри, какой классный у меня плод. Я вырастил, трудился, старался. Смотри, какой я классный. Нет. Бог хочет, чтобы ты отдал его. Отдал его. И там уже нету одного плода. Там как бы теряется какая-то индивидуальность, самоиндификация. Все плоды превратились в одну общую кровь Иисуса Христа. Да, действительно. И это церковь. Это случилось церковь. Я не знаю, что нужно сделать фактически, когда мы встретились и начали общаться. Но если мы имеем контакты с Богом, имеем этот свет, имеем плоды от Него, и если мы встречаясь эти плоды отдаем жертву, соединяем друг с другом, то происходит определенное духовное действие, духовное единение. Знаете, сегодня я стою здесь, служу вам, правда ведь? Там вот сидит Сергей, он встречал вас при входе в зал, он тоже служит вам своими дарами, своим плодом. Там внизу проходит воскресная школа, там наши преподаватели служат нашим детям, тоже принесли свои плоды. Знаете, во вторник мы придем на домашние группы, и лидеры, и те, кто нас принимает у себя в домах, тоже принесут свои плоды. И когда мы отдаем, спасибо, братья, не, оставьте, давай еще сюда положу, и когда мы отдаем свой плод, доверяем Богу возможность действовать здесь. Соглашаемся с тем, что я не заслужил, это не я его вырастил, этот плод, не я, это ты, Господь, дал мне его, ты дал мне жизнь, дал мне этот сок, и я приношу его тебе. Знаете, иногда так расстраиваешься, когда понимаешь, что люди, придя в церковь, Бог открыл у них талант, великий дар, не знаю, петь, служить, иметь какие-то организаторские способности, проходит время, и человек, развив этот дар в церкви, в общине, он говорит, вау, какой я крутой стал, какой я классный стал, пойду-ка я этим деньги зарабатывать, и идет. И все вроде бы классно, но слава Богу, Бог дает тебе, да, иди. Но он забывает про то, что Бог желает не просто его красивый дар, он желает, чтобы он превратился потом в вино, виноградный сок, он желает, чтобы этот плод, он был принесен в собрание верующих людей, и послужил тому, чтобы образовалась кровь Иисуса Христа, которая очистит нас от всякого греха. Вот тогда она действует, вот тогда она работает, тогда люди получают исцеление, освобождение, когда вот это единство происходит между нами. я хочу просто побудить вас о том, что придя в воскресенье на два часа собрания довольно сложно это пережить, но можно, можно, когда ты остановился пообщаться со своим братом, с сестрой, когда ты переживаешь ему, когда ты служишь ему своим общением. Я верю и знаю, что для этого у нас есть домашние церкви, домашние группы, для того, чтобы мы могли делиться друг с другом своими жизнями. Я знаю, что для этого у нас есть различные служения, для того, чтобы придя туда мы могли помять друг друга, немножко повлиять друг на друга, дать ближнему понять, что я тоже здесь есть и тебя я тоже люблю. И это своего рода как тренажерный зал, что ли. Мы учимся любить людей здесь, иногда наступая на свои амбиции, иногда смиряясь, иногда наслаждаясь этим потрясающе пахнет благоуханием. и потом мы можем уже распространять этот аромат тем людям, которые лишены этой любви, лишены этого общения, лишены этой возможности случаться в церкви, встречаться в церкви, становиться в церкви. Это влечет людей. Вот это влечет людей. Не наши красивые богослужения, не наша потрясающая хвала, не мой красивый пиджак, который я сегодня одел, но вот это влечет людей к Богу. Вот это исцеляет людей. И да, на выездах это классно переживать более эффективно. На домашних группах это классно переживать. Немножко сложнее это переживать в воскресенье, но тоже реально. Знаете, у этого нет границ. Вы можете собраться на день рождения в гости к имениннику и у вас сможет случиться церковь. И это будет реальная церковь. Давайте мы помолимся сейчас вместе. Дорогой Небесный Отец, благодарны Тебе, Боже, за то, что однажды Ты открыл нам свой чудный свет, назвал нас своими детьми и сказал, что Ты питаешь нас. Ты наша лоза и мы зависим от Тебя. Наши жизни зависят от Тебя. Мы нуждаемся в Твоем в Твоей жизни, в Твоем соке. Мы засохнем без Тебя. спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты питаешь нас, за то, что Ты насыщаешь нас. Господи, мы благодарны Тебе за те дары и таланты, которые Ты даешь нам, открываешь в нас, и они действительно становятся великими, большими, сочными, яркими, вкусными. Ты используешь нас, для того, чтобы эти плоды были привлекательными, были качественными. Спасибо Тебе, Боже, за то, что я не один сегодня здесь, и рядом со мной есть мой брат, моя сестра, и он точно так же является частью Твоей лозы, частью Твоего небесного царства, частью нашей большой семьи, и за то, что мы можем иметь это осознание братской любви, осознание того, что я ничем не лучше его, и не хуже его, но Ты любишь нас, любишь нас одинаково, наполняешь нас инаково, Господь, спасибо Тебе, но Господь, я прошу Тебя, помоги нам не просто называться верующими, не просто собираться в одном месте, в одно время, в одном пространстве, но действительно становиться церковью, ведь Ты даешь нам эти плоды для того, чтобы из них получился сок, для того, чтобы из них получился новый продукт, продукт, который исцеляет, это Твоя кровь, Боже, помоги нам, собираясь вместе, так соединяться в Духе, объединяться, чтобы между нами стирались границы, духовные границы, чтобы уходили разногласия, уходили на второй план, да, они не оставят нас на этой земле, они будут между нами, но они уходили на второй план, помоги нам, осознавать, что мы единое целое, мы не каждый плод в отдельности, мы не просто такие классные и красивые, но мы часть, часть одного большого целого Царства Небесного, Твоего Божия Царства, и мы так хотим, чтобы когда мы встречаемся, между нами происходит Церковь, Твоя Твоя Кровь, она имела эту силу, имела ту силу, о которой Ты говоришь, когда Ты говоришь Петру о том, что Ты дал власть Церкви разрешать на этой земле и связывать на этой земле. Господь, чтобы эта сила являлась в наших жизнях, в жизнях наших родных и близких, чтобы исцеление происходило в наших телах, в наших душах, освобождение происходило в нашем разуме, в нашем теле. Господь, мы так нуждаемся в Твоей Церкви, мы нуждаемся в этом общении, единении, друг с другом, в таком единении, чтобы Ты был посреди нас. И не просто был, но был явно. Явно в этом пространстве, в этом воздухе, в наших сердцах, в этом времени, которое нас сейчас окружает. Мы жаждем этого, Боже. мы хотим, мы хотим прикасаться к Твоим небесам здесь, на этой земле, переживать их, чувствовать аромат. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам эту возможность. Ты называешь нас Церковью, Ты называешь нас своими детьми и любишь нас, Господь. Мы поклоняемся Тебе и благодарны Тебе. Мы склоняемся перед Тобой. Спасибо